У желудка жвачных животных есть и другие преимущества. Трава переваривается более медленно и тщательно. Пищеварение в результате протекает более эффективно, и антилопам не нужно постоянно кормиться. Когда они замечают приближение врага, то исчезают с быстротой молнии. В стаде много глаз и носов, которые могут уловить опасность. Это повлияло на эволюцию их основных врагов, кошачьих. По мере изменения антилоп, кошки становились все более опасными хищниками. Леопард выслеживает свою жертву с верхушки дерева. Его предки, вероятно, тоже обитали на деревьях. Он движется в траве бесшумно, как тень, и медленно приближается к цели. Леопард не съедает свою добычу немедленно. Кто-то может попытаться украсть ее. Безопаснее всего отнести добычу на свое дерево. Леопард использует хитрость, чтобы обмануть обостренное восприятие опасности антилопы. А гепарды живут на открытых местах в саванне. Здесь негде спрятаться, и гепард использует другую тактику охоты – скорость. Если гепард начнет погоню раньше, чем добыча его заметит, у него будет преимущество. В Африке форма тела гепардов позволяет им охотиться на маленьких, быстрых антилоп. Гепард молниеносно развивает скорость до 110 км в час. Он – самое быстрое сухопутное животное в мире. Его тело приобрело обтекаемую форму. Когти стали напоминать шипы. Гепард легкий, гибкий и сильный. На равнинах пасется множество маленьких быстрых газелей. И гепард использует ошеломляющую скорость, чтобы обогнать их.